Чё сейчас происходит? А что происходит? Боевые действия происходят. Давно в шатёр заехали? Сегодня? Сегодня утром приехали. Как ситуация? Ну как ситуация, смотря где. Тут ситуация, конечно, напряжённая. У нас там тоже в Донецке не лучше. Бои в городе идут? Здесь? Да. Ну сейчас на окраине города идёт. Где школа, где гаражи, там. ЖДшка. Там техника их стоит? Там техника у них. Там танки, БТР. А количество? Не знаю. Расскажи, что происходит, пожалуйста. А что происходит? Бомбят, блин. Сегодня приехали вы, не? Вчера. Вчера. Ну за ночь, что было. Были бои. Тихо. Что вы на львовском стуле сидите? А что делать? Хоть какую-то пользу с них. Что имеем? Люди бегают, жалуются. В дверях пули торчат, взрывают их. Вот там склад угольный разбомбили. В магазине крыши нету, блин. Ну завал. Уничтожают нас. Приехали из Донецка, помогаем. Местного населения много еще осталось? Хватает, убегают люди. Кто убегает, кто детей не может забрать. Местный по домам сидят, да? Местный. Местный по домам доступят. Уже уехали? Кто уехал? Кто бухает, ходит по вечерам. Ему дадим взрывы. Здравствуйте. Мой позовной скиф. Я пришел в оплот. Ага. Две недели назад. Понятно. Вот. До этого работал шахтером на шахте трудовской. Ага. Но война заставила взять в руки оружие, защищать дом, родных, близких. Очень хотелось бы, конечно, чтобы ребята, которые уехали в Запорожье, в Геридианск, возвращались домой и брали в руки оружие. Потому что если они не возьмут оружие за нас, они возьмут оружие за чужую армию, которая хочет уничтожить нас. Настроение боевое. Настроение хочется идти в бой. Сегодня приехал? Вчера. Ага. Были бои здесь? Бои вчера были, да. Всю ночь влезть бои. Что там, какие результаты? Что знаешь? Результаты. Два танка окопаны, как доложили, стоят у Кровских. Без соляра. Снайперы взяли, он так сидят. Одного снайпера, по-моему, убили. Ну, ребята и шли, рассказывали. У Кровского. Сушки летали. Как доложили тоже, ну, опять же, сбили вроде, двое катапультировались. Ну, вот и все, в принципе. Вопросы. Сушки сбили, да? Да. Ну, вроде сушка сбили. Я понял. А это, скажи, пожалуйста, ты из какого города? Город Донецк. Бумбубеши, да? Попал. Заходили уже сегодня туда? А, ну, из вчерашнего дня тут сидели. Тут снайпера, да, работают? Ага. Все, я понял. Худут снайпер отходят? А вот, с той стороны, с этой. Органировку уже ложат четко в цель. С утра от наших мины лягли прямо на нашу позицию. Наших, вон, повезли сейчас на Донецк. Зашла сюда, а сейчас сюда поднимутся. Сегодня два бейтера спалили. Ну, не на ваших позициях, да? Нет, не на нашей позиции. Но сошли два бейтера наши бойцы. Сегодня женщина нас позвала. У нее 21 числа сын погиб на Песках. Тоже он из Востока. Завтра 9 дней. Позвал, нас покормила. Компотика дала с собой. Ну, хорошая жизнь еще. Рассказывала. А сыну сколько было? Ну, 40 лет, говорит. Двое детей осталось у него. Ну, сам с Ростова он. Просто, ну, родился здесь. Там оставил жену, приехал сюда. Потом позвонил, говорит, домой не вернуться. Здесь моя земля, надо их защищать. Извини, говорит, так и так. Увидимся позже. Их не удалось увидеться. Больше не срослось в них. Только остался здесь. Заходить. Лицо нельзя снимать? Снимайте, мне все. Вы отсюда? Нет, здесь славян. Как ситуация? Ну, никак. Нормально. А позвонок ваш какой? Гром. Гром? Ага. Не знаете, какие там потери у них там? Нет, об этом я не знаю. Знаешь, что оттеснили их немного. Оттеснили. Но они в городе, да, сейчас? Нет, в городе. А, нету в городе? В самом городе нет, они на Гране. На нефтебазе были, но я не знаю, по-моему, тоже их оттеснили еще дальше. Я понял. Спасибо. 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 Спасибо.